Я увидела, как у нас здесь, на Донбассе, а реальное веще ты узнаешь от людей, не от тех источников информации, которые очень часто бывают в заангажированном. Жизнь продолжается, седьмой их, вот идет война. И вы прекрасно знаете, что очень много пленных, часть из них обмен произошел, часть еще находится там, там, за стенках. Просто мы не имеем возможности провести большую встречу, потому что в народном, ну, у вас видите, сейчас не положено проводить большие мероприятия. Ну, так чисто случайно. Анатолий Занилович Водолазский, народный герой Украины, с которым мы очень давно общаемся. Ну, он больше волонтерит, я больше с вами. А кроме того, у нас сейчас в гостях Голозюк Олег Дмитриевич. Прежде всего, он мой коллега, он электромеханик. Но случилось так, что немножко сменил направление. Он сейчас доцент, кандидат философских наук, журналист радио «Свобода». Дважды был в плену. Братцы, вы подумайте. Дважды был в плену. И 29 декабря 2019 года произошел, как раз буквально перед Новым годом, перед 20-м годом произошел обмен пленными. И вот, в принципе, он сейчас с нами. Он хочет с нами пообщаться. Я не знаю, язык общения. Ну, по-русски, можно украинский, русский. Да, да, да. Хотя, все ж таки, дети мои, мы не забываем вам, что державная мова у нас все-таки украинская. Все, будь ласка. Тяжело, конечно, идет работа в этом плане. Ну, что можем так делать? Сейчас сами видите, я не умею разговаривать. Нет, не обращайтесь, не буду. Это благодаря, если бы, авиапоезд Туханинской Сечи. Благодаря Туханинской Сечи было, как сказать правильно, стартовой программой открытия этого музея в этой комнате на допросах было рвецепт. Здесь, если вы поройтесь, там все это есть. На какой стадии открытие музей? На стадии переговорного. Идет вопрос о двух помещениях, которые вызывали медовцы на хады. А остальные здания здесь пустые полностью. То есть, непосредственно, вот эта комната? Вот эта комната и все остальные подвалы, это все. Ну, эта комната, я так понял, была следователем, который допрашивал. Следователем, который допрашивал Алексей Туханинской Сечи. Первоначально здесь посетили, ну, больше тысячи человек, которые, знаете, в этой комнате все жили. Вот, все. Было очень много, было из-за границы, журналистов. Очень много людей, как мы сюда приводили, показывают. Пытаемся. Это у коллега снимается, снимай, 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 снимай. Что? Здесь погоню, мы говорим, что мы снимем так, чтобы советская заказа попала. Хорошо. Так, ладно. Шуток у нас. Это... Это варенье на полу. То есть здесь раньше находился отдел охраны неведомистой. Находился это и собрали. Немножко собираем для ОЗИ, чтобы показать детям, показать журналистам, как это было раньше. Здание запущено, естественно. Здание в очень тяжелом состоянии. Значит, в данный момент неведомство на охрану, и нет, в комнате не хватило. Нет, нет, это все пустое, все. Все пустое. Теперь мы возглеем. Давайте в комнате. Время. И все. Время. Продолжение следует. Время. Все. Время. Рудченкова, там чтоб расстрелы были, да? Я не экскурсовод. Пора начинать? Нет, пора заканчивать. Я все-таки в руках этим заниматься. Просто, ну, я ожидал большая команда будет. Мы не хотели к судзаводу сюда пройти. Это стало нормально. Спасибо! Здесь все зачищено, все прочищено, все убрано, кровь, мусор, банки с мочой, бутылки с мочой. Здесь форт нас сюда не пускают. Автоматчики, шапки Путина. Шапки Путина. Шапки Путина. Мешки с песком, тут автоматчики займали позиции. Здесь проработано СБУ. Сейчас пойдем в самое страшное. Подвал? Да. Ничего не знает, ничего нет. Только это здание. Теперь самое страшное. Ну что, я считаю. Тройка, так называемая. Решали, кто его куда везти, увозить. Кого убить, кого расстрелять, кого отжать. Машины, предприятия. Ну кто не делился, короче. Очень печально все заканчивали. Вот это все зачищено. Включаем фонарь. Даже открываленные матрасы, они вывезли. Вот. Здесь парики, скорее, скаль, мы уже с волос были, с кровью. Свадебные платья, куртки в крови. Сейчас я съемку хочу. Вот и посмотрите. Вот это вот. Общая карта. И так, разговаривали, чатая карта, по-моему, уже полазили. Вот в таких условиях, приблизительно в таких условиях, во всех камерах было. Кало, моча, кровь, бинты. Вот это все, что будем сохранить. Не даю. Проблизите меня так. Да. Вы заводите сюда внимание. И здесь у нас все выщищено. Стоит высокое напряжение. Это здание было за ним первое. Изоляцию с пунктом. Детатиком. Да. Это у людей. Это высокое напряжение. Здание задренировано было. Стояли растяжки. Еще после освобождения два месяца прапор не были. Две недели не могли снять прапор с вышкой. Детатом. 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 Я отжимался от пола, он надо полазить и переслал на ней, чтобы там коломали. Мы в этой камере зандр Васильев, которого пытали, избивали, кололи штык ножами, в тяжелом состоянии было отправлено в больницу, его выбросили как ток уже, за ворота выбросили, вот туда вызвал скорую, его отвезли туда, в больничку. Там его за что болит? Рану. В общем, два месяца он на больничном был, чудом выжил. В этой камере у меня здесь было 6 человек. Он здесь на углу спал. Вот когда мы первый раз пришли, даже его кутка была в крови, бинты и все таки. Выполнили. Вот это все было забито нашими пушкочанами. Тут как перевалочная база еще была. А вот когда мы. Я в Краматорске. Я в Краматорске. Я в Краматорске. Нет, слова моего не по счастью. Об этом все умолчится. Об этом все умолчится. Это написано 03.07.14. Это именно тот момент, когда еще вопросов людей, пока не захватывали Донецк. Прочитайте, саме тут виршу, бачите? Вот личку. Вже цілий месяц обживаю хату, що ж навикати вже пора, стілиць і ліжко, вільних три квадрати. В яконці грати, бачите, у кутку пора, еще хвилини, величко, бачите, це личко. Що хвилини, величко, зазирає і скрадлива мовкицька сатана, немов під серцем. Дірку намечає, напевно, до майна тюремного, чи прописали і тебе самого. І сни твої, і мрії, і думки занесши до реєстру патриного, і зачинивши наміцні знамки. Голову вдарився тут, такі низькі потопки, роздав голову. Бачите, такі страшні двери. Справжні котівні, бачите, такі підвалы. Там, десь на ізоляції, наші хлопці садять. Що садять в другому отрати. Я і садів. Пятара на пятара. Ось, бутылка тут була сечувана. Там, макетки. Це, кажуть, була госпитальниця. Воспитальниця? Ну, так звали. А, проводили роботу. Здесь зістинав штаб, так називаємо «Товой гріпні». Тут вже носила і вирок, да? Да, носила і вирок. Бачите, такі маленькі дірочки? Які лічки не буває. Які лічки не буває. В принципі все. Ага. Що там, можна вийти? Так. Вмахнемся. Портрет Ката Леніна, бачите? Головний Кат. Стара трубка телефона. Тут взглядаємо «Тепика», як їм питають, там на ізоляції людей. Тежурчний апарат – полевой індикаційний. Решітка. Портретка. Ось тут. Тежурчний апарат, тежурчний апарат. Тежурчний апарат, тежурчний апарат. Это здание тоже было заминировано, это заминировано. Будем надеяться. Вот это здание. А вот это подвал и это здание. Какая-то пища вознесет. Самое страшное было, когда они первые российские славы в полиции. Вы за мной? Да. Все. У них полиция. У меня нет nenhum шоу. На самом деле, вы заработаете этот ход. Но я не думаю, вы смотрите меня в течение дня. Я не думаю, что вы не都是. Но я думаю, что вы не сможете такой позиции. Что-то сделать. У меня есть�� основания. Для этого не понимая, это не плохо. Я думаю, что мы безuencientes ваши горят. Продолжение следует...